Всем большой привет! Сегодняшнее видео о том, как вы уже поняли по названию, в общем, о мебели, такой мини-влог. Мы купили, наконец-то, стенку, так сказать, под телевизор. Ну, в общем-то, под телевизор. Долго искали, потому что у нас телевизор висит, как вы знаете. Нужно смотреть сюда, я смотрю сюда. Ну, в общем, это болезнь блогеров. Живых блогов, когда ты держишь камеру, да? Вот так встану. Вот у меня, значит, все от герпеса остатки, вот видите? Перед отпуском у меня болит горло. Все, как всегда, лимфоузел правая часть. Ну, ладно, это не об этом. Просто вы не бойтесь, что я такая немножко страшная. Но вообще это нормальный вид для... не накрашенный, в общем, для дома. Хотя я только пришла. В общем, сейчас я вам покажу долгожданную-долгожданную нашу мебель. Девочки, как я только о ней мечтала, это что-то с чем-то. Наконец-то она у меня появилась. Большинство стенок, наборов, горок, да, там, как их назвать, под телевизор, сейчас модно делать низкие, маленькие, именно тумбы, на которых стоят телевизоры. Вот. Там розетки, значит, уже розетки он их делал, высокие, поэтому они не перекрывали эти розетки. Второе, у нас висит телевизор. Нужно перекрыть эти розетки. В общем, вот такая вот фигня, с горем пополам, где-то полгода мы, ну, постепенно, там, раз в неделю, раз в две недели мы ездили, потому что, ну, иногда я где-то в какой-то мебель на магазин заходила. Вот. Ну, в общем, мы нашли, она идеально подошла, сейчас вы все увидите сами. Поехали. Вот она, моя красавица, тут бардак на диване, не обращайте внимания. Мне она очень понравилась. Естественно, вот эту часть, планировалось, что я хотела две горки, значит, по бокам стеклянные, но потом поняла, что а смысл, потому что посуды у меня и так немного, а если и предобретать, то думаю, что заставить вот эту часть будет вполне достаточно. Вот мой Брюс. Да, Брюс. Он как будто знает, что мы про нее говорим. Значит, вот эта вот часть, книжная полка, она вот, видите, дырочки, она была вот здесь. Должна была быть здесь, телевизор должен стоять на вот этой полтумбе под телевизор. Вот здесь, значит, телевизор должен быть. Телевизор у нас висячий, поэтому мы ее спустили. Мастер все это сделал вчера. Теперь это выглядит вот так, а так должна была она вот здесь находиться по проекту. Вот. Сначала расстраивалась, что вот эта очень широкая, большая. Расстраивалась, что она не стеклянная. И теперь я поняла, что ничего страшного, потому что все лучше, все дело это прятать. Там подушки, еще что-то. Но, как видите, она, полок здесь нет. Этот шкаф, здесь, значит, должна была быть штука, чтобы вешать одежду. Мы заказали полки вот таких вот, три штуки. Они не пришли вот сюда. Мастера, значит, сборщика мебели попросили отверстие сделать. Он нам как и сделал вроде, да. За полки мы оплатили, но полки не пришли. Кстати, это очень широкий шкаф. Вот если видно вам, он очень широкий, нежели чем-то левая сторона, стеклянная, она уже. Вот. И, значит, из такого висячего шкафа для висячей одежды на вешалках я решила сделать полочный. У нас должно быть полочный. В общем, это нужно будет доделывать. Очень вместительный. И не знаю, может прятаться вот конец, может прятаться ребенок. Все замечательно. Это МДФ, вроде бы, как такой текстура такая под дерево. Значит, книжная полка, которые две книги пока лежат. Ну вот. Все так здорово. Это мне уже ноутбук поставила. Вот эти шкафчики. Вот так вот они открываются. Такая текстура интересная. Ручки. Видите, они скошены. Очень классные. Эти вот так вот выдвигаются. Две полочки. Вот. И вот это такая же вот. И там вот. Это видно, а не видно, наверное. Там розетки. Их не видно. Слава Богу. Камера не берет. Все, пылью уже покрывается. У нас колонок нету, так сказать, акустики, да. И у нас пока вот музыкальный центр. И его ставить некуда. Конечно, мы решили поставить сюда, наверх, но нужно удлинять провод. Колонку мы втиснули пока сюда. В общем, пока в планах и в мечтах остается, конечно, акустическая система. Вот эти большие длинные колонки. Кстати, тут меня видно. Всем привет. Вот. И куда? ты собрался? Брюс! Вот. И пока вот так будет стоять. Я уже поставила свои две вазы. Тут такие вот наклейки. Их нужно будет отдирать. Потому что только вчера приехала. Полностью, конечно, не отдирается. Вот. Вот это вот новая ваза, которую мне подарили на день рождения. Вот это привезла тоже. Мама мне подарила с Калининграда. Это Польша. Польская. Очень красивая. Мне она нравится. Она очень подходит. Вот эту мне, получается, никак не открыть. Сюда я поставила пульт, потому что я проветриваю. Раз уж я решила показать, должна показать. Но мы все равно врезались. вот. Стекло такое, знаете, затонированное. Там тоже наклейка. Этот шкаф поуже. Он поуже. Ставить мне пока сюда особо нечего. Такой, знаете, посуды красивой пока нету. Но мы наживем. Только стали жить. Это все дело наживное. Да, Брюсечка? Когда нажили, значит, наживем и посуду. Все. Пока посуды нет, ей она закрытая. Ничего страшного. Стекло я уже помыла. Что-то я там нажала все-таки, да? Понажимала уже. Вот такая вот. Видите, она венге. Вот здесь темная сторона. Она очень подходит под интерьер комнаты. И лицевая сторона светлая. Это здорово. Так получается радужно. Потому что, если была бы вся темная, то было бы как-то громоздко, как-то не очень. Траурно. А если была бы вся светлая, то есть там еще светлые были и темные. Если была бы вся светлая, то она была бы маркая. Именно тот вариант, который мы выбрали, мы ее ждали 3 недели. Хотя нам пообещали, что она через неделю уже приедет с Ейска, город Ейск. Это все-таки ближе к нам, к Ставрополю, ниже там куда-то, да, довезти. Вот. Нам она очень-очень понравилась. Радости просто. Полные штаны. Вот так вот. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова